В республике Татарстан отмечать День пожилого человека на протяжении нескольких дней стало традицией. Как правило, это цикл праздничных мероприятий. На Бережно-Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось празднование Дня старшего поколения и Дня учителя. Открыл праздничный концерт директор Набережно-Челнинского института КФУ Махмуд Ганеев. Если мы говорим о нашем опыте, о наших детях, я, конечно, хотел бы особенное внимание уделить, ваше внимание, что вы обратили на то, чтобы больше свой опыт, накопленный, свои знания передавать нашим детям, а то и внукам. Так, 5 октября в стенах учебно-библиотечного комплекса КФУ собрались гости, посвятившие долгие годы своей жизни работе в университете, обучению будущих поколений. На протяжении долгих лет они не просто передавали свои знания, но и вносили вместе огромный вклад в развитие науки России, публиковали научные статьи, принимали участие в форумах и проводили исследовательские работы. Я скажу откровенно, что подобные мероприятия обязательно нужны, причем не только старшим возрастом, но и среднему и молодому поколению. Дело в том, что были здесь в одно время, когда я работал тогда на кафере, мы проводили зимние забавы для преподавателей. Это было вообще великолепно. В программу мероприятия вошли выступления творческого коллектива театра танца «Булгары», а также вокально-хореографическая постановка в исполнении Ильшата Хамадеева и Ольги Лавровой. Я благодарю коллектив филиала Казанского университета за ту подготовку концерта, что показывали нам сегодня, потому что инициатива принадлежит, конечно же, вам, молодому поколению. Было прекрасно увидеть молодых ребят, которые встречали нас приветствиями, поздравлениями. И я вообще так люблю ребят, что готовы снова пойти на работу. Принимайте, я готова. Любовь к своему делу, усердие и любознательность – качество, которое каждый педагог стремится взрастить в своих воспитанниках. Пока мы перенимаем опыт у старших поколений и развиваемся, у наших потомков точно есть шанс на светлое будущее. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ, Универ Ньюс. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института КФУ.